Несмотря на прохладную осеннюю погоду, на Грибном канале было оживлённым. В рамках «Единого дня без автомобиля» представителям госавтоинспекции Брестка области совместно с клубом «Завело Брест» удалось собрать на одной площадке любителей двухколёсного транспорта и просто приверженцев здорового образа жизни. Всё благодаря велопробегу. «Именно велопробегом в Бресте день без автомобиля отмечается пятый раз подряд. И обычно это такая кульминация дню европейской мобильности, которая проходит в Бресте. И это одно из мероприятий, которое показывает горожанам, насколько здорово ездить на велосипеде по городу». Стать частью масштабного велодвижения мог любой желающий. Инициаторы спортивного мероприятия отмечают одна из главных задач, кроме экологической, – воспитания культуры между водителями транспортных средств. «С начала текущего года с участием велосипедистов на территории нашей области зарегистрировано 44 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека погибли и 41 получил травмы различной степени тяжести. В 28 дорожно-транспортных происшествиях виновниками стали сами велосипедисты. Хотелось бы, чтобы каждый участник дорожного движения понимал, что все на дороге равны, будь то водитель, велосипедист, пешеход. Поэтому необходимо добиться того, чтобы было взаимопонимание и взаимовежливость между всеми участниками дорожного движения. Ну и, конечно же, я призываю всех водителей транспорта, велосипедистов, пешеходов к соблюдению правил дорожного движения и к безопасному проведению на дороге». Впервые участвовал в подобном мероприятии Александр Байдимиров. За лето мужчина на своем необычном железном коне преодолел сотни километров. Признается, несмотря на то, что имеет автомобиль, без велосипеда никуда. «Велосипед люблю с детства, но езжу мало. И вот это самое подвигло меня сделать такой велосипед необычный, потому что я занимаюсь все-таки техникой, делал раньше мопеды самодельные, другие конструкции всякие. Но так как сейчас мопеды уже вышли из моды, все перешли на велосипеды, пришлось изобретать велосипед. Сейчас, говорят, модно изобретать велосипед». Велосипедный пробег собрал несколько сотен человек. Протяженность дистанции – порядка 10 километров. Отправной точкой стала территория Грибного канала. Финишировали любители велотранспорта к спортивному центру «Виктория». «Мы вообще любим покатушки, а закрытие сезона – это всегда закрытие сезона. Это приятно, это настроение. Хорошая погода, хорошая компания. Почему не покататься? Такие мероприятия важно проводить в нашем городе. Они способствуют поднятию настроения, способствуют общению. Ну и просто здоровье». Юлия Селюк, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.